Всем привет, друзья! Вы на канале РБ Хоккей. Мы здесь обсуждаем хоккей и даем прогнозы на хоккейные матчи. Ну и у нас на повестке дня сегодня прогноз на матч Авангард-Локомотив. Две команды, которые сейчас после побед, но у Авангарда была семиматчевая серия из поражения, которая пусть и прервалась победой над Сибирью, но все-таки в противостании с Локомотивом Авангард не выглядит фаворитом, не выглядят командой, которая способна, оттолкнувшись от победы над Сибирью, собрать еще какую-то победную серию. Да, спунер хорошо зашел, сразу же забил в первой игре, но, боюсь, этого мячам будет недостаточно для того, чтобы и Локомотив тоже обыграть. Ну, если только не зайдет тоненький еще, ну, например, Ткачев, да, чтобы под каждую победу какой-то новый игрок появлялся. Но Ткачев еще далеко, а Локомотив уже здесь и сейчас команда, которая лидирует во всем чемпионате, не только в западной конференции. И, в общем-то, я здесь особых шансов у Авангарда не вижу, несмотря на то, что игра в Омске. Локомотив стабилен, Локомотив традиционно играет, может быть, не в самый зрелищный, но в весьма эффективный хоккей. И, мне кажется, говоря вот об этом матче Авангарда и Локомотива, ну, просто напрашивается такой вариант, как победа Локомотива при тотале меньше пяти с половиной. И вот для меня это прям какой-то очевидный вариант. Ну, всегда, понятно, случаются какие-то неожиданности, и можно предположить, что вдруг тут все полетит, и Авангард забьет несколько шайб, и Локомотив забьет несколько шайб. Но это, мне кажется, такое, скорее, исключение из правил. А так вот победа Локомотива при тотале меньше, мне вот прям вот просится, просится. И даже здесь, мне кажется, немножко удивительно, что вполне себе приличный коэффициент вот на такой вариант. Поэтому вот мой прогноз. Если вы не согласны, напишите почему. Потому что я пока вот особо не представляю, да, что может пойти не так у Локомотива, а то, что матч не будет результативным. Ну, это достаточно посмотреть на любую статистику Локомотива по ходу сезона. Собственно, вот, пишите, что думаете, посмотрим хоккей и потом обсудим в комментариях.